Вот и состоялся главный бой в рамках ТОП-8 между американским атлетом Дэйвом Чаффи и грузинским халком Ливаном Сагинашвили. Преимущество грузинского тяжеловеса было неоспоримо, не только за столом. Перед поединком мы по традиции сделали антропометрические замеры наших атлетов и вот такие получили результаты. Дэйв Чаффи, предплечье 45 сантиметров. В свою очередь Ливан Сагинашвили имеет предплечье 50 сантиметров, бицепс 47, бицепс 58, запястье 21 с половиной, запястье 25, закрытая кисть 30 с половиной, кисть закрытая 32 сантиметра, длина среднего пальца 12 с половиной, длина среднего пальца 14 сантиметров, длина предплечья 32, длина предплечья 30 сантиметров. Мы видим, что Ливан имеет просто феноменальные пропорции и выигрывает у Дэйва практически по всем показателям. Нужно сказать, что антропометрические данные практически прямо пропорционально влияют на исход борьбы за столом. Однако мы можем вспомнить, как спортсмены с меньшими объемами бицепса, запястья и предплечья выигрывали у тех, кто был намного больше их. Вспомнить хотя бы Олега Жоа, который не отличался внушительными антропометрическими данными. А вот во втором отборочном поединке схлестнулись Дэниел Масьер из США и Иракли Зиракашвили из Грузии. После замеров мы увидели следующие результаты. Предплечье у Ираклия 39 сантиметров, в свою очередь в Дэниела Масьера. Предплечье 42 сантиметра. Бицепс 44. Бицепс 44. Запястье 20. Запястье 21. Кисть 25 с половиной. Кисть 28. Длина среднего пальца 13 сантиметров. Длина среднего пальца 12. Длина предплечья 28. И длина предплечья 27 сантиметров. Дэниел превосходил оппонента в объемах. Однако имел меньшую длину запястья и пальцев. Можно сказать, что это позволило Ираклию победить в этом поединке. Говоря о замерах спортсменов, то в восьмерке невозможно не упомянуть пару претендентов, чей бой состоялся 31 июля в Болгарии. Итак, длина предплечья Виталия Лалитина составила 41,5 сантиметра. В свою очередь у Красимира Кастадинова она равняется 39,5 сантиметрам. Бицепс Виталия 46 сантиметров. У Красимира 45,5 сантиметра. Запястье Виталия 21,5 сантиметра. А запястье у Красимира чуть меньше 20 сантиметров. Закрытая кисть Виталия 27 сантиметров. У Красимира почти такая же длина 26 сантиметров. Ну и наконец, длина предплечья у Виталия равняется целых 34 сантиметров. Это рекорд среди наших претендентов. А у Красимира 28. На данной таблице представлены показатели всех шести спортсменов. Вы можете видеть, что Ливан доминирует практически во всех показателях, что позволяет ему побеждать за столом. По просьбах наших подписчиков мы будем постоянно освещать для вас не только сами поединки, но и радовать вас всем, что происходит в мире арм-рестлинга. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. И до новых встреч. Впереди еще много интересного. Воу-воу-воу, полегче, ребята. Меня забыли перемерить. Я тоже хочу в топ-8. Тебе предстоит бороться в Москве не будь ли с кем, а с Евгением Лукьяновым, спортсменом из Киргизии. Очень сильный. Он всегда выступал очень удачно. Попадал в тройку самых сильных атлетов. Одним словом, твоя задача – выстоять шесть раундов. Но во время последнего твоего поединка с Георгием Ушараули, я заметил, что была некая неуверенность. Связана она была с чем? Объясни нашим ребятам популярно, что же все-таки произошло. И, скажем так, смог ли выиграть Георгий у тебя? Ну, что я могу сказать? Ощущения, которые я испытывал на соревнованиях, это для меня был такой первый полноценный аэропайт, можно сказать, и для него тоже. Я знал, что этот парень сильный. Но насколько он сильный, о нем было мало информации. Я не понимал, как под него готовиться, что делать. И когда я приехал на соревнования и увидел его, когда мы стали с ним глаза к глазам, его параметры рук, я сразу подумал, что нужно менять технику, нужно по-другому с ним бороться. Я поздоровался с ним, специально прочувствовал его руку, насколько мне глубоко нужно захватываться. Все это, и я скажу, что больше у меня как бы были переживания и мысли о том, как мне вести себя за столом. Что мне делать. И из-за этого я, можно сказать, сам себя загнал в такую апатию. В апатию. То есть, что мне делать, если не получится. Если не получится у него выиграть в первом раунде. С моей методикой тренировок, которую я готовил, так сказать, под него. А на чем она опиралась, эта методика твоей подготовки к Геннадию Шарома? Я за него поузнавал. Я поузнавал у него за тех людей, которые его видели, как он борется среди местных. Там есть у меня один знакомый. И он рассказал, что у него очень большие параметры. Сказал, что пальцы длинные и длиннее, чем у меня. Он меня лично знает. Рука выше. И очень, так сказать, широкая кисть. Ладонь. Ладонь очень широкая. И из этого, естественно, я сделал вывод, что мне нужно тренировать захват и поглубже браться. Не давать ему раскрыть мне пальцы. Вот. И это сработало. Это сработало. Первые три раунда. Казалось бы, я выиграл налегке, но вся борьба, мой выигрыш заканчивался в захвате. Если я взялся так, как мне нужно, я выигрывал. Ты все-таки один раунд уступил. Уступил. Он не дал мне взяться. Он не дал мне взяться. Он поменял свой захват и не так сильно натягивал на себя. И получается, когда он... Можно я вашу руку возьму? Когда он натягивал на себя, он прям нырял мне в руку. То есть он нырял мне в пальцы. Вот. Получается. Он чуть послабил. И получалось так, что мне тяжелее захватиться было, чем когда он поднатягивал. Вот. Он просто вставал в стоечку для того, чтобы скрутить кисть. А в первые раунды он вставал в стоечку так, чтобы просто меня натянуть. Вот. И это сработало. Это сработало. И я поменял тоже технику. Я проиграл четвертый раунд. Я понял, что дальше так продолжать бороться нельзя, потому что он изменил. Я не могу идти наверх, так как он меня тоже блокирует своими длинными пальцами. И я просто начал слегонца подкручиваться и ложить его в бок. Там он, конечно, очень далеко от меня. Ну что ж. Но я могу сказать одно. Смотря на параметры Георгия Шараули, можно однозначно сказать, что этот человек, если продолжит свою карьеру и будет тренироваться, мы еще его не раз увидим с тяжеловесами. И, кстати, эти поединки будут очень впечатлительными. Я не сомневаюсь. Такие параметры. Он очень высокий. У него есть куда набирать. Он даже может набрать и 150, и 160 килограмм. Я даже себе не представляю, если он будет весить 150 килограмм. Это просто... Он будет посильнее Ливана, я уверен. Вау! Интересно. Я уверен. Ну, а Виталия, например, Лалитина? Лалитина? Да. Ну, если честно, я в этом году ставлю на Лалитина. Я ставлю на Лалитина, и я уверен, что он покажет намного лучше результат, чем в прошлом году. Редактор субтитров А.Семкин